здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединился наливайте себе чаек потому что я себе наливаю сегодня поговорю вот об этой красивой девушке кто это кто это а это дорогие мои валентина валюша это у меня чай я никуда не спешу поэтому кто спешит уже может убегать это сама скромность толерантность это очень этичный человек во время учебы в оренбурге юра юра это юрий гагарин встретил прекрасную и вот эту вот застенчивую валюшу валюшу фамилия у нее горячего валя там училась в медучилище медицинском училище вот так и после первого свидания только ее увидел он сразу сказал до следующего воскресенья пойдем на лыжах и вот после этого начались частые встречи и разговоры по душам а в 1958 году когда юра закончил училище улетел на север он писал и она ему отвечала писал общем они потом поженились а 10 апреля она кстати получила диплом фельдшера и 10 апреля 59 года у них родилась девочка лена вообще весь весна 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 это их был месяц потому что 7 марта в 61 вторая девочка галина лена и галина лена 10 апреля галина 7 марта а день космонавтики 12 апреля вот вот скажем на носу собственно говоря почему мне захотелось пересмотреть его фотографии я иногда это делаю на 12 апреля это было нежная настоящая любовь он ее фотографировал везде и всюду ну например вот юрий гагарин сфотографировал своих трех девочек спящими в машине или вот такая фотка где они на отдыхе вместе вот этой фотографии здесь она очень элегантная валюша позавидовал бы и в сен-лоран посмотрите какая она статная элегантная красиво я не буду рассказывать насколько велики этот человек что он первый раз полетел космос и так далее что это вот наш советский человек полетел первый раз космос все это всем понятно все это всем ясно но я расскажу такие случаи которые возможно кто-то из вас не знал в марте 1968 года юрий алексеевич отвез жену в больницу в последнее время ее очень часто беспокоили боли в области желудка вы знаете что выяснилось выяснилось язва есть сделали операцию 27 марта юра после тренировочного полета обещал заехать к ней в больницу где она находилась в этот момент а теперь давайте сопоставим она попадает в больницу и делают операцию и он уезжает потому что тренировочный полет валя в этот день не находила себе места ждала с нетерпением мужа но он так и не пришел желудок кстати в области желудка говорят где-то там душа он больше не пришел она в больнице и в области желудка находит где язву только утром 28 марта она узнала трагической гибели юры с того дня валентина гагарина закрылась от пресс ну не прям в этот день а после всех фактов после того что показали ей останки но эти останки она не опознала или он смотрел там останки что-то есть сказал она сказала этого не может быть и ты перепутал у него там не было никакой родинки вот так самое интересное что валя искренне верит что юрий алексеевич жив и скоро к ней вернется так говорит ее близкая подруга галина фадеева потому что сама валентина гагарина никому не дает интервью при том что она была веселой жизнерадостно она путешествовала везде с ней и ходила на все приемы ну например посмотрим на эту фотографию где на в элегантном белом платье с ним танцуют на приеме или посмотрим эту фотографию на встречах ну или эта фотография в кремле очень скромная сдержанная но это во дворе посмотрите элегантная платьица пальтишко и вот они сидят ну а тут она с гагарином в индии ну давайте посмотрим вот эту фотографию посмотрите какая элегантная сумочка зонтик и конечно же туфельки она очень любила туфельки с острым носиком и на шпильке ах эти ножки посмотрите какие они счастливые и красивые идут всем отрядом и жены какие элегантные да кстати кстати это то время как раз когда был хрущев со своей женой неужели вот не могли жену вот так его хрущева одевать смотрите поэтому ничего мне не рассказывайте никто никому не подбирал жен все знакомились влюблялись у каждого был свой вкус вот у юрия гагарина вот такой вот я помню были очень модного такие вот юбочки раскрешенные с накладными карманами вот из такой ткани вот как раз здесь валюша в этой юбочки и беленькой блузки очень элегантно это такое домашнее фото на отдыхе у нее была длинная длинная роскошная коса ее своя где бы они супругой не были они везде вызывали добрые такие светлые улыбки и чувства все видели в нем ну скажем предрасположение к нему все чувствовали что он простой человек что он очень открытый и добротой пылающий гагарину было присвоено звание героя советского союза и в том же году день полета в космос был объявлен праздником да и очень скоро слава его конечно же вышла из так называемой миссии мира космонавт посетил чехословакию финляндию англию вот мы сейчас как раз видим болгарию и египет его ждали тысячи людей с ним искали встречи первые люди в правительстве короли и местные знаменитости чего стоит только случай с королевой великобритании вопреки традиции она сама попросила сфотографировать ее с первым космонавтом ну так сказать на память объяснив это тем что гагарин не обычный земной человек а он небесный так она сказала но он такой простой парень из знаете как он запомнил эту встречу сижу говорит я и не могу понять чего начинать то это на приеме вот который вы сейчас видите с чего начинать кушать смысле напротив него сидела королева англии ну думаю посмотрю с чего она начнет так и я начну она сидит просто смотрит на меня и улыбается тогда я говорю ваше величество я простой советский летчик которых у вас тоже много и меня не учили как всем этим пользоваться она мне мистер гагарин я воспитывалась в букингемском дворце но я тоже не знаю с чего начинать давайте будем есть как каждому из нас удобно взяла простую ложку начала кушать ложкой ну и я за ней и вот фотографию вы видите просто поражало то что в поведении гагарина не появилась ни грамма заносчивости вот это вот все что называется звездная болезнь престиж все это гордыня самая настоящая гордыня которая кроме как в мусор вонючий никуда больше не приведет вот пример гагарина чем ниже вы себя смирите тем выше вы окажетесь вот так вот и супруга его ему было пара пара потому что она точно такая скромный образ жизни вела а вот этот знаменитый поцелуй рядом кстати же супруга стояла с другой стороны это знаменитая джина лоло бриджит и посмотрите она его поцеловала наша делегация справа аж арты там пооткрывали а девушка слева посмотрите на ее реакцию рот открыт она вообще в шоке посмотрите после поцелуя реакция людей вокруг ничего себе советского летчика поцеловала а он был действительно красавчик симпатичный красивый кто знает может и есть а посмотрите какая элегантная валюша здесь валечка это то что в очках посмотрите как она одета и опять эти туфельки нет туфельки уже другие это же фасадики красивый элегантный обувь всегда люблю обращать внимание на обувь вот ножки но неужели нельзя было первых леди также одевать посмотрите нет это зависит от человека дорогие мои ну и ну и как видите они везде вместе и всегда рядом а вот тут вы видите подружку галину о которой мы сейчас поговорим рядом с валюши значит что же это женщина нам поведала а поведала она нам вот что все эти годы были валентина ивановна живет тихо и замкнута валюша она не общается с незнакомыми никогда не дает интервью как это так жена такого знаменитого такого нашего такого первого такого космонавта и ни с кем которая так любила приемы ходила и с ним везде ездила идут вдруг замкнулась ее приглашают и приглашают на программы на передачи еще тогда когда он разбился ее приглашали но но почему-то после этого она все больше замкнулась и не желала ни с кем общаться почему что ж такое что случилось вы знаете происходили странные вещи валя искренне верит это говорит галина фадеева вот ее подружка что юрий алексеевич жив и скоро к ней вернется умом она понимает вроде бы но в душе свято верит что он вернется и ждет его каждый день каждый час это великая женщина любимая жена первого космонавта валентина ивановна гагарина всю жизнь несла неподъемный груз скажем так ответственность катастрофа которая произошла миг пятнадцатый разделила жизнь валентины гагариной жирной чертой до и после она растила деток она готовила завтраки обеды ужины она трудилась на даче ходила библиотеку на в общем но она все время ждала 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 и она ни одного даже краткого мига не верила что юрия больше нет посмотрите вы подумайте что она с ума сошла она не сумасшедший человек она интеллигентный нормальный человек может быть еще нормальнее чем мы с вами и вот что она рассказывает галина фадеева она рассказывает что мы были у нас дома в тот день старшую дочку гагарина хлену пригласили поехать за границу по моему в германии валя засомневалась не знаю зачем ей ехать я возразила пусть едет а чего валя возмутилась что значит поедет что значит поедет а мы как а мы поедем в гости куда-нибудь да я не нас с тобой имею ввиду отец когда вернется что он скажет я говорит опешила валь какой отец а валентина отрезала у вас может быть и много отцов а у нас только один отец и я знаю что юра это не одобрит или возится на грядках хотя бы расцвели эти цветочки а то их так любит юра это юрины говорит калина васильевна она высаживает лилии для него много лет подряд специально лена из германии привозят луковицы просто валя считает его живы искренне ждет и верит что он вернется и вот рассказывает еще один случай произошел во первых это галина говорит что с мамой там какой-то случай произошел а второе говорит это то что при мне произошло она говорит что два года назад никак этот случай не находит своего объяснения и он надолго выбил семью гагаринах и их друзей из колеи сидели говорит мы у меня в гостях играли в картишки раздался звонок в дверь я открываю а на пороге мужчина очень интересный в серо-голубом костюме с папкой и говорит валентину ивановну можно а вы куда пришли какую валентину ивану гагарину она сидит в комнате но я же знаю что она ни в какую с незнакомым не будет разговаривать я говорю да причем здесь она она никакого отношения к нам не имеет а зачем она вам нужна и тут он говорит такое я в общем-то от юры от юрия алексеевича он просил меня сказать что ей осталось немножко подождать и чтобы она ждала он скоро вернется я с этим мужчиной вышла так еще поговорила а потом быстренько вызвала милицию через минуту милиция приехала милиционеры его взяли потом я у них спросила мол куда его выдели то они отвечают ну куда надо туда и дели года два назад вот это такое произошло такие моменты растравливают не заживляющую не заживающую вот эту вот рану так говорит фадеева но то что эта рана у нее не заживает и то что она до сих пор кровоточить это точно она и птичек на улице кормит всех горит надо покормить юра вот этих любит а вот этих лена а это галины это юрины птички это мои все вокруг она воспринимает через любимых людей для которых она живет для валентины и ванны юрий гагарин по-прежнему жив и обязательно она считает обязательно должен вернуться совсем скоро и даже иногда говорит о сегодня я любимое блюдо приготовила вдруг юра придет и вот это вот галина говорит я уже сама начинаю потихоньку верить что вообще может юра не не умер вовсе когда леонов сказал что он среди останков там нашел какую-то родинку его то она сказала то что леонов сказал там родинка там никакой родинки у него не было никогда после этого вот она закрылась что ложь останки говорит юра на найдены не были я не видела их его останков я как жена и жила в звездном городке и со всем экипажем общалась все не видела я не верю и вот она до сих пор не верит вот такие вот жены бывают покорные смиренные которые верны даже после смерти хотя кто его знает одному богу известно ее жизнь это длинная длинная дорога полное счастья и радости она верующий человек несмотря на то что муж был коммунист и она тоже была коммунисткой поскольку она была жена первого космонавта и это было как обязанность но это все ушло в покаяние и она молится и просят и знаки приходят к ней но многие многое но мешает и она и сейчас живет в той самой четырехкомнатной квартире на шестом этаже панельного дома окна который выходят на памятник мужу стоящий на каждый день просыпаюсь она первым делом видит любимый затылок сильные плечи и ромашки спрятанные в его руке за спину говорят эти цветы для нее она никуда не переезжает хотя могла бы выбрать для себя любой дом вот они любимые его ромашки на кухне рядом со столом стоит клетка а в ней попугай лора которого подарили юре говорит галина фадеева но это ее подруга были у нее собаки но когда они сдохли валя поняла что больше не сможет перенанести потерь а лора когда валя ему чешет лобик кудахчет крылышки распускает валентина приговаривает ты мой любимый и лора соглашается любимый любимый валентина ивановна никогда не копила имущество и главная ее ценность это книги она любит читать летом она часто ездит по звездному городку на стареньком советском облупленном велосипеде еще который был куплен юры а весточки весточки от гагарина все приходит говорит галина фадеева до приходит их продолжает получать не только вдова но и близкие друзья первого космонавта в день рождения павла поповича 5 ноября когда все сидели за столом зазвонил телефон вспоминает галина фадеева паша возвратился после телефонного разговора на нем лица нет и говорит меня поздравил юра какой гагарин и замолчал подавленный оказалось что по телефону ему сказали ты павло пожалуйста молчи я тебя поздравляю но никому не говори павел романович опешил меня никто говорит никто кроме юры павло не называл да и что я его голос что ли не знаю это он был юра назначил ему якобы встречу ты меня увидишь на красной площади только вида не подавай а я подам тебе знак павел романович и поехал 7 ноября на красную площадь в 7 часов утра он уже стоял в условленном месте потом он нам рассказывал меня всего трясло но я так и не дождался подошла милиция и меня взяла нельзя было стоять там где юра назначил ему встречу милиционеры его увидели оттуда вот такие вот поступают звонки как она может конечно она верит продолжает тихо ждать и думать что он вернется в этой женщине которая каждую субботу идет по звездному спокойно себе с бидоном за молоком трудно признать себе жену полу бога зимой такой темный полушубок слегка затемненные очки летом что-то тоже обычная пенсионерская скажем так пожалуй пожалуй кроме велосипеда на котором она ездит к себе на дачу ничего-то и нет у нее 34 года осталось вдовой с двумя детьми да простят меня люди которые потеряли близких но остаться вдовой вот этого божества которого воздвигли тогда да это труднее чем простого смертного и она была вынуждена делить его со всей страной да не только со всей страной со всем миром и растить этих двух маленьких девочек но страдала говорит точно и страдает по сей день категорически категорически не хочет ни с кем общаться не ходить ни на какие встречи и категорически отвергает когда ее приглашают а может быть в крем или еще куда-то категорически обижена и не то что обижена а не верит просто к себе эту мысль даже не допускает о том что юры больше нет уж слишком много весточек если это шутки то это жестокие шутки я считаю и за эти шутки пред богом придется отвечать ну а что если не шутки будьте благословенны вы и ваши близкие пока пока